А ФБР в курсе? Я не буду врать. Мне предложили российский паспорт, пока я был в России. Я такой... Да, конечно. Придется отдать мой американский паспорт? Нет, не придется. Правда? Круто, я очень хочу российский паспорт. Это правда? Я не уверен, что это правда. Может, просто так сказали. Ужин был поздний. В России все так мутно? Как оно в России? Я не думаю, что все мутно в России. Все просто мутно в мире. Хорошо. Расскажи, что происходило, когда ты приехал туда. Ты же работал там. Да, я работал. Общался с прессой. Ты идешь и общайся с журналистами. Мы прилетели в 11 вечера, а в 7 утра мы начали работать. И работали весь день, вплоть до премьеры фильма, которая была вечером. Потом была премьера, а потом был ужин. На этом ужине я и попал в передрягу. Один из сотрудников компании «Вольга», которая прокатывает фильм «Перестрелка», очень скоро выйдет, все должны посмотреть его. Да, спасибо. Или вы будете уничтожены. Историю дослушайте. И этот сотрудник говорит, ты проделал хорошую работу, пресса очень довольна, отличная премьера. Если ты сейчас хочешь отравиться, это можно устроить. Отпраздновать. А я ему говорю, может быть, какие-то трудности с переводом? Что? Он, если ты хочешь выпить? Вообще-то я бы хотел бутылочку водки, большое спасибо. Вот она, Россия. И понеслась. Я уже в России третий раз, и общий счет такой. Россия 3, Арми 0. Наверное, потому что ты нахамерился опять. В России знают твои роли. Ты там звезда? Да. Мне кажется, это комбинация моей актерской работы и того, что у моей семьи давние русские корни. Были связаны даже с Лениным. А еще у них был молот на флаге. Да, да, именно. Что ты ел в России? Борщ? Икра. Ух ты. Да, у них есть борщ, пироги, икра. Но моя любимая еда в России, это, наверное, водка. Такая еда из картофеля, ага. В какой-то момент мы ее и ели, как еду. Водка в России отличается от нашей. На 100%. Я не уверен, но кажется, лучшую водку Россия оставляет в стране. У них есть водка, которая называется Белуга Голдлайн. И это не реклама, но если они пришлют водку, я буду рад. Если положить эту водку в морозильник на пару часов, то она получается на вкус как вода. Это очень опасно, потому что ты идешь на ужины, официальные ужины, на которых ты должен быть. Это работа. Напротив каждого человека стоит стопка. Тебе наполняют ее ледяной водкой. Встает один человек и говорит речь. Спасибо, что ты прилетел из Америки, мы все проделали большую работу, рады видеть тебя, бла-бла-бла. Выпьем. Ты выпиваешь, ставишь на стол стопку, и тут же ее наполняют снова. Моя жена говорит, что никто не пьет целиком, нужно поглоточку, но мне кажется, это для трусов. Я понимаю. Ты же представляешь США, тебе пришлось пить до дна. Точно так. И они продолжали наливать и наливать. Теряется ощущение времени. В этот раз все закончилось тем, что мы ушли из ресторана в 5 утра. В 5 утра вы вышли из ресторана? Мы вернулись с ресторана и нам сказали, что у нас есть 10 минут собрать вещи. Оу, нет. Официанты, должно быть, хотели вас пристрелить. Мы были там с владельцем ресторана, не думая, что официантам разрешили бы. И в 5 утра вы все просто вернулись в отель. Утренний свет вас, наверное, ослеплял. Вероятно. Я не до конца уверен. Что-то там слепило. Я проснулся в Париже. Уточнил. Мы же едем домой? Жена. Да. Явно недовольна. Погнали.